Всем привет! Сегодня вновь обзор по Maxpedition. А в этот раз это обзор рюкзака под названием Maxpedition Pygmy Falcon 2. Это самый маленький рюкзак от Maxpedition. Его размеры 44 на 24 и 21. Рюкзак совершенно небольшой, литраж 23 литра. Сейчас он, возможно, кажется вам больше, чем он есть из-за широкоугольного объектива. Вот, допустим, сейчас он кажется большим. А вот так вот он уже, скажем так, приобретает более реальные размеры. Так что учитывайте это. Когда смотрите видео, объектив очень сильно меняет пропорции. Так что прошу это учитывать. Давайте я продемонстрирую вам рюкзак, одетым на себе. Рюкзак я набил различными вещами, для того, чтобы он приобрел форму, как будто бы он полностью набит. Я напоминаю мой рост 173 см. Вес порядка 70 кг. Может сейчас уже больше, я не знаю. Рюкзак на мне выглядит вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Как видите, рюкзак практически полностью за мной скрылся. Садится он достаточно высоко. В принципе, все довольно комфортно. Давайте перейдем к внешнему осмотру рюкзака. Рюкзак выполнен по классической схеме. Здесь большое внешнее отделение и основное большое отделение. Также здесь спереди, как всегда, есть молли-крепление для дополнительных подсумков. Есть фирменная стяжечка, похожая на букву «Y», как и на рюкзаке «Валчер». Также здесь есть боковые карманы, боковые карманы сетчатые. Мне это, в принципе, не очень понравилось. Я бы предпочел, чтобы они были из «Кордера», ну, точнее нейлона Макс Петровского, как и весь остальной рюкзак. Но они сделали их сетчатыми. Причем сетка, она черная, не под цвет рюкзака. Мне это тоже не совсем нравится. Но, с другой стороны, когда какую-то мелочевку ложишь, жесткие нейлоновые карманы, они вот так, как этот, они не закроются. Я уже демонстрировал на рюкзаке «Мансун» такой карман. И он полностью не закрывался из-за жесткости конструкции. Здесь же можно полностью закрыть все, чтобы ничего не выпало. Конечно, эти карманы симметричные. Они рассчитаны вот под стандартную бутылку «Налджин». Но благодаря тому, что они сетчатые, здесь, конечно, можно хранить все, что угодно. Затягиваются они на обычный «Кордлок». Снизу рюкзака есть вот такая вот вставка из кожзама, очень жесткого, такого, достаточно прочного. Я думаю, он очень долго прослужит. Можно рюкзак спокойно вставить на что-то, не боясь ничего повредить. Здесь с внутренней части рюкзака, как видите, сетка. Сетка очень такая мягкая. Здесь подкладка внутри, конечно же. А также сетка на внутренней части лямок. Внутри все оббито сеткой полностью. В принципе, это достаточно комфортно. Мне все это нравится. В этом я вижу большой плюс. Например, у рюкзака «Валчер» никакой вообще сетки, никакой подкладки нет. Просто тупо нейлон. Мне это в нем не нравится. Здесь с этим все в порядке. Лямки здесь обычные. В принципе, ничего особо выдающегося здесь нет. Степень регулировок очень высокая. Есть, конечно же, и стяжка в районе груди. Также она подрезинена здесь, естественно. Давайте перейдем к более подробному осмотру. Дополнительное отделение рюкзака достаточно вместительное. А сейчас я положил туда матки паракорда, чтобы оно приобрело форму, чтобы вы могли увидеть его объем. Как видите, объем вполне неплохой для такого компактного рюкзака. Открывается он от этой части. Сам бегунок на молнии одинарный, не двойной. Как видите, здесь внутри мы видим отделение органайзера, для того, чтобы можно было хранить какие-то мелкие вещи, допустим, документы, какие-то ручки, возможно, карманный компьютер, смартфон, телефон. Все это здесь поместится. Есть отделение под ручки, под инструменты. В принципе, с этим здесь проблем нет. И плюс, конечно же, само основное отделение. Достаточно такое глубокое, комфортное. И также здесь спереди есть дополнительный карман, косой. Ну, под какие-то такие тонкие небольшие вещи, он по глубине такого размера. И спереди, конечно, есть молли-крепление, как у всех рюкзаков Мэкспедишн. Можно дополнительно укомплектовать под сумками. И под этим основным отделением, под дополнительным отделением, есть также вот такие вот крепления из шок-корда. Это растягивающийся такой шнур. Здесь можно также крепить какие-то дополнительные предметы. Например, ту же туристическую бутылку. Ну, или что-то подобное. Бока у рюкзака абсолютно симметричные, как видите. Разумеется, в этих сетчатых карманах можно хранить не только бутылки, под которые они рассчитаны. Но можно хранить и различные дополнительные вещи. Я, например, сюда положил очки. Как я сказал, мне эта сеточка не очень нравится. Я бы предпочел нормальный нейлон. Но, в принципе, они так сделали. Возможно, кому-то, наоборот, нужна именно такая сетка, чтобы все это так быстро закрывалось. Кстати, чтобы эта сеточка так не болталась, ее можно либо так стянуть, либо просто через это крепление так закрепить и стянуть, чтобы кармашки не торчали. Ну, разумеется, эти карманы, они, в принципе, достаточно комфортны. При этом, будучи сложенными, они не выделяются, они не торчат. То есть, они абсолютно не выпирают за общую форму рюкзака. Также сбоку есть две стропы MOLLE для каких-то дополнительных подсумков. С другого боку также они есть. С модернизацией подсумками этого рюкзака проблем быть не должно. Давайте приступим к осмотру основного отделения рюкзака. Основное отделение рюкзака, оно закрывается на двойную молнию. Как видите, в рюкзаке сейчас ничего нет, он все равно держит форму. Открывается отделение легко, с самого верха до низу. Достаточно удобно при укладывании рюкзака. Его глубина этого отделения вот такая вот. Обратите внимание. Здесь также ничего особенного нет, в принципе. Есть большая такая как бы стяжка, стяжка, на которой расположены карманы. Карманов два. Первый, ничем не закрывается, нет никаких закрывашек. Это просто карман. Не знаю, что здесь можно хранить. Видимо, что-то не очень ценное. И здесь есть карман на молнии. Здесь можно хранить карты, документы. В принципе, что-то плоское, не очень большое. Возможно, сюда влезет какой-то GPS-навигатор, карманный компьютер. Ну и что-то такое. Возможно, что-то из электроники небольшой. В целом, также это отделение мне понравилось тем, что оно, во-первых, оно большое. И здесь есть, конечно, подкладка с этой стороны. И плюс здесь петелька. Возможно, она также для чего-то вам понадобится. Я не знаю, для чего ее производитель придумал. Но, думаю, она полезна. А вот так Pygmy Falcon 2 выглядит рядом с Expedition Vulture 2. Напоминаю, Pygmy Falcon 2 23 литра, Vulture 2 46 литров. Vulture 2, он немного загружен, Pygmy Falcon пустой. Думаю, в принципе, объем понятен. На этом мой обзор по рюкзакам Expedition Pygmy Falcon 2 закончен. Благодарю вас за внимание. До скорой встречи.